итак ребята перед нами абсолютно новый автомобиль для российского рынка называется он opel grand land x да да вы не ослышались это именно opel компания возвращается на российский рынок и это модель это главная ее надежда это кроссовер компактный кроссовер который будет конкурировать с тегуаном сразу 4 там и с прочими другими машинами но прежде всего он будет конкурировать с моделями peugeot 3008 и citroen c5 aircross просто по той причине что он сделан на общей с ними платформе концертном пса да да ведь собственно именно концерт пса теперь владеет маркой opel и это одна из первых моделей на пассажной платформе но вообще если вы внешне на нее посмотрите то выглядит она opel опелем то есть если минивэн зафира life он очень сильно похож на то что есть у peugeot и citroen а то я имею ввиду тревелера спейс тулер то здесь конечно история совершенно другая автомобиль выглядит настоящим опелем это такая могко здорового человека из того какая-то приплюснутая со всех сторон очень высокая непропорционально то здесь пропорциями порядок фары здесь у нас светодиодные не не матричные да но они адаптивные то есть модуль может поворачивать серёж включи ближний свет пожалуйста так это светодиоды давай ближний вот мы видим как модуль фары повернулся настроился световой пучок может меняться здесь в зависимости от скорости условий движения например в населенном пункте он будет по-другому выглядеть ну а пока можем оценить как это внешне выглядит внешне выглядит симпатично и посмотрим давайте настоящий это опели или нет капот у нас здесь лишен пневмоупоров вот такая кочерга двигатель 16 turbo в данной версии тюртейч он развивает 180 лошадиных силу вероятно будет в россии еще 150 сильная версия ну а пока мы сейчас узнаем как едет такой достаточно крупный кроссовер хотя не говорят что он один из самых легких в своем классе на вот этом моторе 1.6 turbo так я вот хотел посмотреть салон а тут уже завелся у меня сергей но и сергей привет да скажи как тебе вообще посадочка здесь вот знаешь несмотря на то что это сидение не самого высокого ранга который может быть фактически это базовое сиденье в этом она совершенно прекрасно восхитительное замечательное особенно меня радует как человек который любит дальние путешествия очень поясничный подпорс очень 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 большим диапазоном такого диапазона подпора я вообще на он только вперед регулируется или вернее регулируется в костях электрическим образом да вот она да и вот это вот я специально только что полностью переместил вперед этот валик знаешь ну хватит а вот это что за кнопки спины давай тебе покажу как она работает видишь сиденье перемещается подушка перемещается по углу вверх и вниз тоже очень удобно да это удобно да особенно и за девчонками каблуки там допустим кто-то еще вот здесь же но у тебя нет каблуков я не отрываю так а вот смотри вот спинка да я смотрю там просто такая крутилочка но не очень удобно что да знаешь у крутилки тоже есть плюс поскольку у нее нет фиксированных положений поэтому у тебя нет опасности что там допустим одно положение будет тебе удобно 2 будет оба крайних положения удобно и неудобно ты вот я круче настолько насколько собственно то есть это уже может быть такой да немецкий подход немецкий подход с другой стороны вот рука у меня свободно пролезает между этой крутилкой и стойкой остаются что даже есть она не обдерется там ничего да то есть если вот у меня обычная маленькая рука да то есть если вдруг от часами интересная под боксера валу его да там она тоже пролезет ладно хорошо но теперь серёж вылезай дай-ка я посмотрю чего здесь еще немецкого в этой машине есть а ну смотрите на самом-то деле но приборочка конечно мне напоминает немножко зафиру life то есть автомобили пасса но если это особенно центральный дисплей может посмотреть он точно такой же здесь но в остальном да ребят это же opel вот смотрите на него и дело здесь не только вот в этом логотипе который здесь молния молния вернулась а в том что вообще весь интерфейс здесь опелевский это и блок климата и мультимедийная система и вообще все остальное вообще все выглядит очень по-немецки вот может показаться что что-то мелковато но вот инженеры нам объяснили так мы вот в отличие от других брендов мы не хотим заводить управление важными функциями в подменю подменю какого-то поэтому у нас к одна функция одна кнопка и на самом-то деле хотя вот крутилки вроде бы мелковаты но они щелк 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 очень удачно до настроена все прям ты вы знаешь точно что ты повернул да то есть щелчок ты точно понимаешь что-то повернул есть дисплейчик да он маленький но на нем в принципе все тоже абсолютно видно мультимедийная система но вот у меня такая прямо ностальгия по зафире прошлого поколения помогки здесь совершенно то же самое все при этом тут есть и и синхронизация с google play android auto и android auto и apple carplay и в целом интерфейс такой но бедноватый потому что он фактически монохромный здесь градации серого и красный но на самом-то деле он цветной просто это сделано для того чтобы не отвлекать вас от вождения при желании вы также можете дублировать на самом деле управление климатом при помощи экрана если вам этого хочется но с другой стороны зачем когда есть вот такой удобный блок вот мы покатались и ни разу еще не было желания пользоваться вот этими функциями на экране потому что ну зачем это нужно а далее на самом деле очень очень качественная подгонка материалов то есть это реальный такой не просто soft look это soft touch и все подогнано так плотно ничего не хрустит в общем на самом деле очень неплохое впечатление если если не акцентировать внимание на том что должен быть у машины современный какой-нибудь супер навороченный мультимедийный комплекс которого здесь нет но вот для стран сторонников классического старого доброго опеля они прямо вот дома окажутся потому что здесь все точно так же как примерно так же как было когда опель уходил ну оплотнители внизу дверей точно такие же как на peugeot 3008 на передних сиденьях есть очень жесткая часть она позволяет поднимать длину подушки регулировать вот этим переключателем кресло поднимается вверх-вниз передняя часть есть спереди крепление за fix это очень важно для тех кто ставят детские кресла спереди а сегодня мы едем на версии grand land x ручной коробке есть немножечко другая комплектация как я уже сказал сзади есть нидер юсб разъем и здесь у нас немножечко другой мультимедийный стру устройства у него побольше экран получше графика но немножко пошустрее по быстродействию и ну точно такой же на стоит мультимедийное устройство на зафера лайф микроавтобусе в принципе это вот как раз то самое хорошее пассажное устройство с хорошей графикой которая в общем то наверняка будет и на российских машинах давайте посмотрим багажник на дорогих версий вот он таким взмахом открывается здесь нас комплектация не полная так что нажимаем кнопочку ну хотя бы хотя бы тут есть доводчики причем они такие достаточно массивные с двух сторон но выглядит хорошо то есть не выдаются в багажный отсек в проем хотя полочка не телескопическая можно это попенять на веревочках пластиковая багажник сам по себе такой достаточно глубокий но у нас он будет поменьше по глубине потому здесь даже докатки и а у нас будет и надеюсь нормальная запаска ручки для складывания спинки задних сидений розеточка 12 вольт подсветочка ну необходим минимум есть и даже есть такая приятная опция как лючок для лыж это очень очень полезно на всех европейских машинах это есть на корейцах не всегда и на самом деле большой косяк посмотрим давайте теперь что у нас на заднем сидении так открываем дверь так но сама дверь как мы видим открывается не очень широко но проем здесь высокий и абсолютно не мешает тому чтобы сесть на заднее сидение заднее сидение так мы видим два изофикса подлокотничек с подстаканниками тоже хорошо за ним вот тот самый лючок это на самом деле прямо вот находка если вы катаетесь на лыжах сноубордах без этой опции вообще машин для вас не существует в нормальном мире а вот других опций здесь особо то нет тут есть явно зона место под зону климата вероятно она появляется на более дорогих комплектациях но у нас из излишен столько вот эти дефлекторы и 12 вольтовая розеточка такая снизу то есть если вы поставите кого-то посередине там ставите зарядку и отломаете благополучно и и довольно быстро подогрева опять же здесь нет но на российских машинах подогрев задних сидений обязательно будет так как здесь сидится давайте посмотрим а сидится то вообще здорово и огромный запас по высоте и по ширине место хорошо и спина сразу вот приняла такое эргономически правильное положение очень удобно но все-таки чувствуется что это машина европейская сделанная для европейских людей которым спину надо беречь вы не только и посмотрим теперь на другого человека на заднем сиденье это опять сергей да как сергей это и там и там оказываешься расскажи мне я все время проехал несколько тысяч километров в основном конечно за рулем на peugeot 3008 да и те люди которые у меня ехали зале сзади жаловались на тесноту потому что с ними было еще и собак это было взрослых собак которые ели поместилось но вот сейчас я поставил сидение передние так как я сижу ты его не сдвину вот смотри сколько у меня здесь место то есть я сижу сам за собой а какой у тебя рост рост 176 то есть здесь не сказать что комфортно ничего искать более чем комфортно по крайней мере по месту для коленей по для головы вообще легала еще одна голова месяца практически да то есть короче говоря здесь как ни странно надо сравнить размеры посмотреть но вроде бы как место больше чем в 3008 это конечно радует то есть это то чего ждешь от opel а все-таки какой-то большей функциональности больше практичности немецкой практичности лет большего простора но короче говоря пока нравится ностальгические чувства вызывает это замечательный интерьер но здесь я обнаружил что всего один юсб разъем и это как бы маловато сейчас уже на корейцах там под 3-4 зарядки на автомобиль да что там на шевроле него уже их больше так что это конечно недостаток так мы сейчас включим проверим как работа синхронизация а ну вот она раз а то все сразу загрузилась работать и хорошо в общем то это тоже может быть неплохо что какая-то опция есть она не глючит давайте теперь попробуем выбраться куда нам нужно и проверить на автобане какая здесь отсечка течка чего отсечка всего чувак так смотри вот у нас здесь автостеклоподъемники все четыре это плюс ну что погнали проверять отсечку автомобили тихо и вот он реагирует очень четко то есть у руля ярко выраженный 0 да и вот на малейшее отклонение руля он автомобиль реагирует изменением траектории то есть хотя подвеска вот так она пересчитывает продольные неровности достаточно детально но поперечные до прошу прощения но дискомфорта ни малейшего и очень четкое такое ощущение стабильности автомобиля на любой скорости вот он идет идет за рулем что называется и никак водитель не докучает то есть характер на самом деле абсолютно немецкий тут нет какой-то вальяжности на первый взгляд и ну вот это классно и уже давайте проверим как вот эта машинка едет и определим степень перейдутся мотора по своим ощущениям тут нас поворот мы входим в него на скорости 170 мотор в принципе слышно но если я газ под сброшу вас море вот шум ветра что-то такое есть вот мы идем 180 на дуге в повороте под сброс газа что в принципе не очень да и ветер еще смотри какой сильно боковой но у меня даже ладошки не потеют посмотрите вот они сухие и мы догнали вот бмв и всех остальных то в этом повороте под сбросил да так что блин классно едет здесь у нас под капотом двигатель бензиновый 16 turbo это глубоко модернизированный принц которого в принципе после трех волна доработок основательных и переделок вроде бы избавились от всех детских болячек и мотор и здесь имеет 180 сил в принципе есть и 150 сильная версия то есть это из моторов 16 которые ставят на этот автомобиль в принципе самая мощная версия и я так полагаю более мощных бензиновых моторов у нас в россии на этой машине не будем 140 по дуге поворотов тут навалом да и асфальт нельзя сказать что он прям супер ровно это и такое заблуждение про немецкие автобаны да он еще и щербатые шершавые и заплатки попадаются да и но стыки да но смотри вообще классно то есть по управляемости вот он мне нравится больше чем тигуан эти честно скажу потому что тигуан то тоже неплохо едет но как-то вот не так но правда я ездил только на российских версиях тигуана с пакетом для плохих дорог и ппд так называемый не знаю как будет здесь на опеле после адаптации к российским слоем то что мы тестируем версию европейскую полностью европейскую нам известно что на российских машинах клиренс будет чуть чуть побольше а это означает другие пружины амортизаторы посмотрим что из этого получится ну а пока здесь европе ездовые свойства opel grand led x и мне и сергею пришлись по душе ну вот все-таки ручной режим я выбрал чтобы лучше контролировать в этих бесконечных дугах у нас зимняя резина все-таки стоит и контролировать автомобиль тяги немножко проще в поворотах ты вообще сейчас зима едем мы вот с этой такой скоростью существенной мы едем на завод в город айзенах это самое сердце германии в принципе восточная ее часть и мы едем смотреть на то как производят opel grand land x в том числе и для россии потому что именно завода вайзенахи они будут нам поставляться о планах на локальную сборку пока нам ничего не известно после 160 у него запасы тяги немножко маловато но и давайте объективно ребята но где вы собрались есть такой скорость кроме как в германии а кстати вообще для германии это нормальная скорость то что автобана здесь безлимитная и автобанным тестом в опеле уделяют очень большое значение потому что ездят долго и быстро вот на таких оборотах как мы то есть мы фактически сейчас моделируем ттс мы идем 170 поворот для двигателя самый тяжелый режим до длительная работа на высоких оборотах на скорости автомобиль себя ведет чудесно чудесно причем на любой скорости и это классно совсем безопасно вот смотри вот обычно бывает на комнат кроссовере когда едешь такой скоростью если не очень чувствительное рулевое правление или нет тенденция вот скакать по полосе там да реально руки потеют просто вот я просто ездил вот по этим же дугам вот на этом же автобане в свое время на свои санта-фе да я ее там раскачегаривал 190 там но ехать на него с такой 180 в этой дуге там да упаси боже это ну как бы совершенно точно не стоило делать то есть с такой же скоростью я ездил вот здесь по этим автобанам на кадиллак эскалет удлиненном есв но там все таки во первых там мотор 62 он позволяет эту скорость очень быстро набирать и во-вторых там подвеска magnetic right которая прям каменеет и он реально повел очень тяжелый да то есть там свои свои фишки но вот это как автомобиль который легко и точно управляется который не нервирует водителя на скорости при этом очень комфортно то есть и тем людям которые много по трассам ездят и это действительно понравится потому что я вам не предлагаю ехать вот как я 190 но но в европе пожалуйста в германии на безлимитном автобане но зато вы можете просто ехать там 110 120 130 зависимости от разрешенной скорости и себя очень очень комфортно главное безопасно ощущать да и это очень важно а еще есть вот здесь такая штука ассистент когда мы подъезжаем к разметочке он очень аккуратненько так нежно подталкивать руль в обратную сторону ну я обычно эти системы отключаю но здесь она работает в принципе ненавязчиво и не мешается вот пожалуй самая комфортная скорость для гранд лэнда это вот 160 170 вообще не устаешь то есть хотя дорога извилистая да гораздо больше есть в ней извилина чем на трассе москва-питер например но вообще не устаешь то есть то же самое что на на комнате обычном кроссовере 120 да и это прям вот я вот сразу сказал что мне не очень нравится интерьер есть у меня пожелание чтобы автомобиле был полный привод чтобы у него было больше разъемов юсби чтобы у него была мультимедийная система продвинутая но по факту по факту здесь тот самый случай когда ездовые свойства над этим превалируют и я уверен что это оценят покупатели этого автомобиля то есть если вам нужно ехать комфортно долго там по трассе то вот этот автомобиль даже переднеприводные ну это классная машина в общем парни что сказать вам про grand land x автомобиль получился интересный он наверняка понравится всем фанатам марки opel потому что удивительно как из французского автомобиля opel смогли сделать действительно немецкий автомобиль но конечно все равно спрос на вот эти аппараты будет ограниченным хотя бы просто потому что полного привода нам не предлагают а как мы знаем в 2019 году 71 процент покупателей кроссоверов россии выбрал полноприводные версии а в остальном машинка хорошая да и это и и и Продолжение следует...